Русский язык Русские, мягкие и твердые Зная, что они бывают парные и непарные, сегодня мы узнаем про процессы, которые с ними происходят, а именно оглушение, озвончение, отвердение и смягчение Самые частые из них, конечно же, оглушение, озвончение и смягчение Вы это часто будете дальше произносить в русской речи, поэтому не удивляйтесь, будет скоро это слышать Итак, поговорим про первое из них, это оглушение Оглушение, самый яркий пример, это слово парад Кстати, в ходе действия, если какое-то слово остается непонятным, смотрите в словарь, изучайте и постепенно пополняйте базу знаний ваших русских слов Итак, парад Если мы будем говорить про транскрипцию, а именно про произношение данного слова по звукам, то на конце будет буква Т Вспомним парный Д, Т, Б, П, В, Ф Помните, мы говорили про это ранее Итак, парад Что же такое оглушение, еще раз Это когда на конце слова у нас с вами звонкий звук превращается в глухой Еще один пример Боб У нас здесь звук превращается в другой глухой Напоминаю П Мы с вами пары проходили Итак, это оглушение Частый процесс, с которым приходится сталкиваться Озвончение Озвончение это у нас с вами часто употребляется в начале слова Итак, первое слово сбор Давайте изучим на примере Збор По идее это у нас с вами глухой звук С Напоминаю З, С, пара Но, так как Б, у него пара Б, П, Б у нас звонкий То, соответственно, происходит озвончение и звука стоящего перед ним А именно З Поэтому в транскрипции будет именно сбор Если мы рисуем транскрипцию, то это будет выглядеть примерно так Ну и удаление не забудем Сбор То же самое со словом сделка Сделка Тоже смотрим Д У него пара Д, Т Д звонкий Значит, соответственно, происходит озвончение И опять звук З Сделка Итак, подытожим, что же такое озвончение Когда у нас с вами первый звук глухой, по идее Но после него стоят звонки То зачастую происходит озвончение То есть звук меняется Обычно это происходит именно в приставках То есть потому что С приставка и С приставка Приставку скоро мы будем изучать с вами состав слова И там вы это пройдете, поймете, что это А мы идем дальше Про самый редкий процесс отвердения поговорим Сегодня это уже редко наблюдается И наблюдается именно в формах слова Что такое форма слова? Это то же самое слово, просто в другом падеже, в другом роде То есть это другие грамматические нормы Ну, например, лес, леса, в лесу и так далее Вот приведем пример отвердения Вот этот звук берем Здесь он у нас с вами мягкий Потому что гласный звук ИИ Говорит нам о том, что предыдущий звук делается мягким Итак, в слове господа, то есть когда это у нас с вами уже множественное число Происходит как раз отвердение То есть звук А, так как он у нас с вами не смягчает предыдущий Поэтому Д просто твердый А здесь Д у нас, соответственно, мягкий То же самое касается слова Ездить Глагол Части речи тоже будем проходить далее Ездить Вот оно мягко Но Ездок Или Езда, например Да, возьмем Езда Ездок Так как А и О у нас с вами нет Но смягчает предыдущий согласный, соответственно, это твердые звуки Д Так, еще раз подытожим, что же такое отвердение Сегодня оно осталось уже в формах слова Это когда у нас с вами в одной форме этот звук мягкий В другой форме он уже переходит твердый В зависимости от гласного, который стоит после него Ну что же, один из частых процессов русского языка это смягчение Я думаю, уже по названию понятно, да, по аналогии То есть какой-то из звуков становится мягким Ну давайте с вами проговорим Ну, например, слово кость Кость Вот у нас с вами встретился вот этот мягкий знак, да? Мы про него уже сегодня говорили Ранее говорили Он у нас делает мягким звук, который стоит до него Но не только его В данном случае происходит такой интересный процесс Когда эта мягкость переходит и на предыдущий звук Ну произнесите Кость Слышите? Сет мягкий Если бы вы произносили твердый, то получалось бы кость Кость Согласитесь, звучит странно Ну, по крайней мере, для русского человека Но привыкайте, так как вы изучаете русский язык Поэтому происходит смягчение и предыдущего звука И если мы с вами будем рисовать транскрипцию То произойдет что-то подобное А мягкий знак вообще не дает звука Поэтому на транскрипции будет только та кость Да? И так далее Кстати, есть и имя русское Константин Костя В сокращенной форме тоже Костя Не Костя, да? Произносите внимательнее И еще одно слово, которое бы хотелось рассмотреть Для процесса смягчения Это женщина Но я думаю, это слово не нужно смотреть в словаре Вы все это так знаете Итак, женщина Здесь нам интересно То, что Ш, Ш, напоминаю Вспоминаю Он дает этот звук Ш Долгий и мягкий В зависимости от апостров Так как здесь И Звук И, напоминаю, смягчает Так же, как звук И, Е Если перед ним стоит какой-то согласный То он, скорее всего, мягкий Итак, женщина Ну, опять же Этому звуку одному Мало быть мягким И он прихватывает предыдущий И поэтому на транскрипции Если мы будем с вами рисовать, например То тут, конечно же, будет просто Пока Давайте с вами просто Е рисовать Конечно, это немножко не так Но Вот так Жени Щ Вот и все То есть вот у нас с вами Что такое смягчение Итак, подытоживая сказанное Смягчение Это когда у нас с вами Один из звуков Становится мягким И забирает с собой Предыдущий Кость Женщина Вполне нормальный процесс То есть и женщина Тоже, согласитесь Говорит, не совсем верно Ну что же Мы с вами разобрали Четыре процесса Которые происходят С согласными звуками В русском языке Оглушение Озвончение Отвердение И смягчение И дальше будем Говорить про уже Другие темы Я напоминаю Что с вами на связи Была Анна Мажарова Предпроводитель русского языка Как иностранного И канал Inglife.tv Подписывайтесь И узнавайте много нового Про русский язык Всего доброго До свидания